Добрый день всем зрителям планеты дзюдо. Сегодня у нас в гостях, или мы в гостях в Рязани, Михаил Куляев. Здрасте. И мы продолжаем наши такие размышления на тему кодекса дзюдо. Я уверен, что Михаил это знает, тем более, что в зале кометы это все висит на стенах. И это не просто висит, а наверное уже заучено за многие годы тренировок. Но хотелось бы узнать ваше мнение про каждое это качество человеческое, которое есть в этом кодексе, и насколько оно может быть развито с помощью дзюдо, если его нет в человеке, или может быть не развито, или вообще насколько эти качества важны как в соревновательной деятельности, да, в тренировочном процессе, и в обычной жизни. И все эти качества, они развиваются с помощью дзюдо, и они очень важны как в спортивной жизни, в деятельности, как и в обычной средней жизни. Ну, давай начнем, вот первый пункт здесь стоит, дружба. Самая чистая из всех человеческих чувств. Ты вообще дружелюбный парень? Да, очень. На свой взгляд, дружба, она помогает человеку вообще, или как? Ну, конечно, дружба, взаимвыручка. Нужна помощь какая-то, вдруг кто придет на помощь, поможет. Много друзей? Есть. Друзей много не бывает. А можно сказать, что, допустим, до прихода тебя в дзюдо, твой уровень дружбы, дружелюбия, какой был и вот какой он сейчас? Ну, понятно, что с возрастом как бы меняется, ну, вообще, дзюдо помогло тебе, может быть, понять, что такое дружба более осознанно? Не, ну, как бы, вот, все, у нас круг общения, все друзья, кто, ну, то есть спортсмены, то есть, как русский, ну, как сказать-то. То есть, дзюдо помогло мне, кто-нибудь вооружен. А дружба, она может быть вообще, как ты считаешь, вот среди, все-таки есть же соперники в дзюдо, ну, там в клубе у тебя понятно, ты можешь найти друзей, а вот с соперников дружба может быть? Может. Тут очень много, как бы, спортсменовских на татаме соперники за пределами дружбы хорошо. Можно так сказать, что дружба познается в бою? Можно и так сказать. А? Ну, можно и так сказать. То есть, если ты, вот знаешь, один человек мне так сказал, как можно понять, будешь ли ты дружить с этим человеком или нет, если ты не проверил его на татаме? Можно так сказать? Да, можно и так сказать. Хорошо. Следующий пункт – это уважение. Без уважения нет доверия. Насколько уважение вообще, ну, так, важно для тебя? Ну, всегда надо соперника уважать, нельзя недооценивать его. Если, очень часто бывает, если не уважаешь соперника, чуть-чуть, я тебе скажу, обратно вылетает. Это что касается соперника, а что касается вообще отношений между людьми? Насколько уважение, вот так, важно? Какие-то основные принципы нормального человека, все. Вот они и перечислены. Если ты не уважаешь своих. А как дзюдо помогает развить вот это качество уважения? Как, вот, ты не задумывался над этим? Как может дзюдо, вот упражнение дзюдо, как развить уважение? Ну, как, ну… Какой-нибудь пример можешь привести? Ну, все от воспитания зависит, я не знаю. Некоторые уважают, а есть такие спортсмены, которые неуважительно, например, относятся. Получается, им дзюдо не помогло развить себе это качество уважения? От чего это зависит? От среды, в которой тренируются спортсмены? Ну да, от среды, в которой тренируются, как у тебя воспитание, как у тебя тренер. Как в семье. Да, как в семье. Все начинает с семьи, потом перетекает вот так в зале, потом как в горле. А вообще, вот у вас в клубе, да, в Рязани, обстановка среди ребят такая уважительная? Вообще, это культивируется, вот это качество? Да. У нас как тренера с детства прививают. Искренность, выражение чувств без фальши. Вообще, вы искренний человек? Ну, это, я думаю, да, не мне судить. Ну, если вы вот что-то хотите сказать, выражение чувств без фальши. То есть, если вы радуетесь, вы искренне радуетесь. А может быть радость за победу соперника по команде? Может быть. А вы вот когда-нибудь радовались за, допустим, ну вот ваша веса категория, 66 кг. Да? И не вас взяли на соревнования, а другого человека. И он борется. Ахмин, он всегда, как бы, эгоист, он ему хочет, чтобы он... То есть, как бы, такая двоякая. Если это твой друг, которого ты уважаешь, то, конечно, будешь рад. А если соперник, ну, просто твой товарищ по сбору. Но вот если вам что-то, ну, я хочу спросить, вот, как ещё можно развить вот эту истренность с помощью дзюдо? Как она может быть развиться? Раз эти качества человеческие, вот они есть в кодексе дзюдо, значит, соответственно, они каким-то образом... Или уже человек должен прийти с этими качествами дзюдо? Ну, да. Или дзюдо как-то поможет эти качества взрастить в человеке? Ну, как бы, вообще спортсмен профессиональный, он, как бы, эгоист, он вообще только должен о себе думать, ни о ком больше. А мы говорим о спортсмене сейчас. А есть ли это дзюдо? А есть ли это дзюдо в таком понимании, как вот философском? Да, как искусство. Как философ, тогда да. Или всё-таки спортсмен, он ещё не философ? Спортсмен? Или ещё это не дошёл до уровня философа? Когда уже завязал, тогда философ. Тогда философ? А до этого нечего философствовать, да? Да, уже нужно бороться. Так? Да. А вот в сборной обсуждается ли вообще вот эта тема? Есть ли какие-то вот такого рода занятия вообще или как-то с ребятами? А вы вот сами с ребятами в сборной вот на эту тему разговаривали? На тему принципов дзюдо? Да, вот этого кодекса дзюдо. Да нет. Не бывает таких, да? Времени не хватает или просто нет желания об этом говорить? Да я не знаю. Или нет массовика-затейника кто это? Нет массовика-затейника. Честность, верность своему слову. Вы верны своему слову? Да. Я считаю, что все сказал, то нужно делать, если свое слово не сдерживаешь. Ну вот вы можете честно к себе относиться? Вы к себе относитесь честно? К себе честно. То есть если вы вот сегодня, вот я спрошу, вы сегодня самоотверженно тренировались? Я скажу да. Да. Я сегодня самоотвертировался, как всегда, так стараюсь сделать. Отношусь очень к себе самокритично, стараюсь трезво оценивать свои силы. А если люди окружающие вас не честны к вам с вами, вы это можете заметить? Да. Сразу видно. Это такие люди могут быть, могут у вас уважение? Нет, конечно. А если был друг у вас, и он поступил нечестно, вы заметили, он может остаться другом? Может, надо понять его, почему он так именно поступил, разобраться, может ошибся где-то, поговорить и все исправить. И если это будет искренне, то можно исправить. Хорошо. А скромность? Да. Скромность украшает мужчину, да? Да. Скромность тоже очень. А дзюдоисты украшают? Конечно. Скромность? Я думаю, что да. Скромность, как она может быть развита с помощью дзюдо? Или в спортивном соревновательном дзюдо не может быть скромности? Нет, почему? Может все, например, вот кого я знаю, спортсмены такие, которые добились высокого уровня, они все скромные. Обычно. Скромные почему? Потому что они добились какого-то уровня, а те, кто не добились какого-то уровня, все равно могут быть скромными? Можно? Вообще, как это может скромность? Если ты не скромный, то ты что можешь? Огрести можешь? Или как? Я не знаю, что это объяснить, но зачем тебе что-то там показывать, если ты уже что-то добился и вести себя не скромно. Когда ты тебя ведешь не скромно, ты хочешь что-то доказать кому-то. Правильно? Ну а разве спортсмен не должен всегда что-то доказывать? Нет, ну когда ты борешься, то да, а в жизни обычно зачем вести себя не скромно. Почему? А не скромные люди вообще вам интересны? Разные интересны. Многие среди, которые не скромные, хорошие люди. Манера общения такая. Девушка не говорит, что если он не скромный, то он плохой человек. Самоконтроль. Умение сдерживать гнев. Насколько у вас развито вообще вот это чувство самоконтроля? Вообще можете сдерживать гнев? Можете даже, я так скажу, умение сдерживать гнев. Но если гнев уже появился, его трудно удержать. Вы можете вообще не дать гневу проявиться? Могу, но если долго его сдерживать, потом накопится и все равно выплеснется. Но при этом вы можете контролировать уровень гнева? Могу. Могу. А как, вот в какой-нибудь случае был у вас в соревновательной, когда у вас такой вот гнев настолько был велик, что вы не могли его сдержать и это что-то как-то так? Хорошо или плохо это может быть вообще влияло? Не знаю, как сказать, но нужно управлять, уметь управлять своими эмоциями. Как это вы тренируете себе? Каким методом вы вот это тренируете себе управление гневом, управление эмоциями? Как это вы? Я никак особо не тренирую и мне кажется, что это все от воспитания зависит. То есть опять-таки это в зависимости от того, в какой вы среде оказываетесь, да? Если среда сама культивирует это, да, самоконтроль, да, и внутри нет каких людей, которые не культивируют, то и вы такой. Если грядка помидорная, то заслу только помидоры, да? Хорошо. Храбрость. Смело сделать то, что считаешь правильным. Вы храбрый? Наверное. Ну, если вы что-то вот считаете, что вот так делать правильно, значит я думаю, что это. А вот смотрите, вы выходите на татами, да, идет спаринг, ну, соревновательный процесс. Тренер, который секундирует, вам говорит, Миша, вот это надо делать, это надо делать. Но вы, вы понимаете, что это не надо делать, вы понимаете, что надо делать другое. То есть вы уверены в своих, да? Это то, вот как, что вы это делаете. Ну, понятно. Вы что будете делать? Ну, вообще со стороны виднее. Со стороны виднее, но вы-то в процессе. Ну, да. Были такие случаи, когда вы поступали вопреки тому, что предлагал тренер? Были. Ну, когда борешься, у схватка идет, и вот ты, как бы, тренер подсказывает, то есть что-то слышишь, что-то не слышишь. Все равно, ты борешься, там, воля, инстинкт, новое подсознание. Да. Да. Когда борешься с шестой вид, голова отключается, и так борешься. Как наработал на тренировке, так борешься. То есть уже храбрость или она есть, или ее нет. Да. Вежливость. Вежливость. Вот это такое заключительное качество, описанное в кодексе дзюдо. Уважение других людей. Что вы скажете? Вы вежливы? Наверное. Ну, я как не могу о себе, я могу вам что хочется говорить правильно. Ну, хорошо. Хорошо. Как вот дзюдо, занятие дзюдо, воспитать вежливость, каким образом могут? Ну, как-то уважение к сопернику. Это уважение, а вежливость. Уважение, мне кажется, это немножко другое все-таки. Оно же есть уже пунктом уважения. Это вот безуважение и доверие. А вежливость – это уважение других людей. Да. Если вы не будете уважать других людей, значит, вы становитесь невежливыми. Да. А если с вами невежливо как-то обращаетесь, относится к вам невежливо, вы это сразу чувствуете? Ну, да. Видно? Ну, видно, и ты тоже сразу. Сначала вежливо, потом… А вот если к вам невежливо обращается… Сначала вежливо стараюсь, а потом не получается, и тоже невежливо. А вы вообще вежливый спортсмен? Я думаю, что да. Вы контролируете, значит, свой гнев и не допускаете того, чтобы каким-то образом, ну, неуважительно отнестись даже к сопернику на татаме? Да. А к вам когда-нибудь проявлялось вот такое неуважение и невежливое отношение со стороны соперника? То я даже не припомню так. Сегодня не вспомнишь. Это, наверное, было когда-то. В борьбе так особо замечаешь. Михаил, а вот смотрите, весь этот кодекс дзюдо, да, вот эти все качества, как, на ваш взгляд, зачем они вообще были прописаны от Дзюгора Кана? Для чего они нужны? Ну, это как для воспитания человека, чтобы он вырос, как порядочный. Все эти качества нужны для воспитания нормального здорового человека. Мне это кажется. Не только в спорте, но и в обычной жизни. Если человек... Так вот там написано в Библии, там, не упродение, так же и здесь. То есть вы хотите сказать, что это свод определенных правил, без которого, благодаря которому... свод определенных правил, или без которых, вот если нет этих у тебя качеств, ты не можешь начать заниматься дзюдо? Нет, ты можешь начать заниматься, но ты должен воспитывать себя. Через занятия дзюдо, стараться воспитывать эти качества? Через занятия дзюдо в частности. Через занятия дзюдо? И тоже в обычной, повседневной жизни тебе должны твои родители, твое общество, в котором ты находишься, должны тебе развивать эти качества. Михаил, спасибо. Ваше мнение, конечно же, с моей стороны будет невежливым, да? Ваше мнение очень интересно. И мы сегодня поговорили с Михаилом о кодексе дзюдо. Смотрите наше видео, следите за карьерой Михаила. Я думаю, что, глядя на его борьбу, вы увидите в этих техниках некоторые из тех качеств, о чем мы сегодня поговорили. Да. И занимайтесь дзюдо день за дня. Да, до свидания. Спасибо за внимание.